привет 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 песер с вами морщи новый выпуск моей исповеди новичка на самом деле ну два дня мне не было видео честное слово в какой-то момент я просто бомбанул мне прям игра не нравилось мне прям не хотелось за нее садиться мне не хотелось играть матче но потом каким-то странным образом меня слегка отпустила я сел скатал пару матчей и я понял что на самом деле ребят на самом деле я все-таки влюбился в ефутбол 2022 попытаюсь вам объяснить почему ну и почему меня все все равно тянет возвращаться в игру и катать в общем там матчем на фоне будет мой матч с противником в дивизионе как вы видите у него три купленных игрока из команды недели у него есть легендарные игроки но у меня мой бомж состав который вы уже не раз видели но уже кстати этот бомж состав не такой уж и бомж в общем я их попать потихонечку прокачал своих игроков и вот именно в таких матчах я наверное получаю самое большое удовольствие да у меня есть огромное количество претензий к геймплею я считаю что многое нужно менять и многое сейчас реализовано в игре они слишком хорошо допустим действия защиты которая иногда просто выключает интеллект и такое ощущение что твои игроки после лоботомии ну там действительно искусственным интеллектом не пахнет абсолютно добывают кривейшие пасы и ты просто сидишь и думаешь ну как 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 ты мог так отдать передачу возможно конечно мне не хватает скилла на это тоже нужно как бы делать скидку сами понимаете я больше по мобил очки все-таки вот но тем не менее тем не менее после матчей с вот именно такими противниками как ты понимаешь человек ветеран что человек играл в двадцать первую часть человек еще купил игроков из команды недели и ты своими бомжами даешь ему достойный отпор это здорово это классно и вот после таких матчей ты садишься и прям наслаждаешься тем что ну матчем который ты провел есть претензии конечно есть претензии но при этом есть и огромное удовольствие я читал отзывы в стиме сейчас где-то 50 на 50 положительные с отрицательными то есть люди все-таки не слишком уж хорошо восприняли 22 часть я тоже ее не слишком хорошо воспринял вы знаете у меня видео и достаточно много критики но вот но сейчас сейчас как-то взглянув на это все по другим углом прокачав команду слегка поняв более-менее механики игры хотя все равно сами понимаете когда я сейчас иду там в мобилку допустим проходить матч дэй а потом сажусь за и футбол 2022 там абсолютно другая физика абсолютно нужно по-другому играть приходится перестраивать иногда конечно туплю но не без этого не без этого но все равно не возвращаясь я начал действительно получать удовольствие от матчей да пока у меня уровень ну далеко не топовый и на какой-нибудь первый дивизион я не претендую хотя думаю со временем можно будет можно будет попробовать и мне постараться не поиграть с ребятами на высоком уровне пока что я болтаюсь по моему в седьмом дивизионе если я не ошибаюсь вот там один матч у меня всего лишь сыгран но потихонечку полигонечку реально собирая вот эти вот крохи гп я вам показывал какие награды у нас матчах и действительно на футболистов не хватает и это тяжело но именно такой вызов пожалуй мне доставляет больше всего удовольствия вот у меня типаж мой типаж такое что мне нужен постоянно какой-то вызов мне нужна постоянно какая-то конкуренция поэтому поэтому не знаю ну вот честно мое мнение о игре меняется и действительно сейчас и матчи меня начинают возвращать в грунт они только менеджмент про менеджмент я с вами хочу отдельно поговорить это тоже такой один из сильнейших крючков который меня в этой игре держит потому что по сути то есть вы сами видите этот состав да у меня есть один 85 игрок который из японской лиги вот они из японской из американской или из американской или запас как какая короче на хрен разница его дали за контракт и такие контракты раздали всем остальные же игроки буквально меня мне прям нравится то что я сижу иногда часами сижу в базе данных выбираю какого-нибудь игрока за которого которого я смогу купить который стоит мелочь денег но при этом обладая достаточно большим количеством навыков при этом который может вписаться в состав моей команды хотя бы сесть на замену и вот этот менеджмент наверное меня больше всего в пес и привлекает и действительно сейчас я в раздевалке наверное провожу больше времени чем провожу в матчах вот у меня появилось вот то давнее чувство которое у меня было наверное в 17 части мобильной версии 18 когда я всех игроков своих знал поименно когда у меня очень ограниченные ресурсы когда игроков мало и когда каждый игрок тебе становится чуть ли не родным вот этот это странное чувство это странно можно объяснить но в футболе сейчас вот без доната без ничего это именно так я понимаю что в четверг выйдет новая команда недели я понимаю те люди которые заносят денег в игру и получат еще по три хороших игрока которых я не получу я даже одного хорошего игрока в принципе не получу тем не менее все равно я буду продолжать качать вот этот свой состав который собран так сказать с любовью да у меня не вот вы сами видите игроки на хреновой на хреновом настроении дака прекрасный игрок если он на хороших стрелках ну вы сами можете смотреть тут ускорение и скорость 9088 я его чисто как бегунка и качал в принципе ребят если вы начинаете играть в игру я вам советую именно бегунков они здесь решают если игрок отрывается то все уже и вот и хрен догонишь поэтому игроки типа обамиянга траорре там не знаю кого еще ансуфати вот такие игроки именно и нужны ну вот я даку взял потому что он был очень даже дешевый мне кажется для своих статов он крайне 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 хорош тут еще и навыков аж 10 штук он еще и супер сад если что поэтому я вообще не пожалел что я его взял действительно ограниченное количество тренеров действительно ограниченное количество денег вы видите у меня на аккаунте 58 тысяч гп и 800 и поинтов да есть и скауты трехзвездочные двухзвездочные то есть я могу взять вот этих вот игроков которые которых к нами нам дает за этих скаутов но я вот посидел подумал и 1 нападающего взял но почему-то мне не хочется сейчас брать игроков из американской лиги или из японской лиги через 26 дней это все дело закончится номинальные контракты у нас на два месяца каждый то есть я в принципе еще следующий выпуск игроков могу посмотреть и может быть оттуда будет кто-то интересен именно если бы сейчас мне нужно было усиливать команду я бы допустим взять атакующего полузащитника 87 ну там и еще кого-нибудь двухзвездочного стало бы у меня сейчас команды играть лучше да конечно бы стало но я понимаю что ресурсы ограниченные хрен знает когда эти номинальные контракты еще нам дадут вот и поэтому поэтому пока я решил их приберечь по команде недели тут ну я не буду высказывать какие-то фея тем людям которые закинули немножечко денег и взяли этих игроков вы сами знаете на одном из аккаунтов я закинул денег я взял этих игроков да с ними играть гораздо легче но вы вы сами видите что можно противостоять в принципе и игрокам из команды недели и собственно за легендарным составом тоже можно противостоять да не всегда будет получаться но зато каждая такая победа приносит тебе действительно огромное количество удовольствия но отдельно стоит выделить тренеров которых сейчас нам давали из-за входа ну из-за прохождения ивентов тоже давали тренеров и здесь опять же их ограниченное количество их мало и ты вот сидишь и думаешь вот этим вот менеджментом занимаешься а кого прокачать а кому это будет получше а на кого тренера потратите на кого тренера не потратить и честно вам скажу я от этого просто ловлю кайф я вот допустим наверное давайте сейчас еще шишка нашего прокачаем да он не сеска шишка меня поправили на данный момент вот так вот у меня выглядит умение атаковать 82 скорость 82 ускорение 74 честно скажу ускорение ему слегка не хватает поэтому поэтому я пожалуй скормлю ему 10000 опыта тренера и еще давайте ну вот так вот хотя бы докинем три тренера по 1000 и сейчас тоже под раскидаем статы все-таки ускорение этому парню нужно и с ускорением он будет смотреться получше хотя у меня ускорение у него и так уже прокачано аж на 12 вот и следующие следующие все улучшения по 4 у меня будут стоить но деваться некуда мне нужен действительно быстро нападающий если я мог купить сейчас кого-то другого возможно бы я и купил кого-то другого но денег как вы понимаете нет и поэтому поэтому приходится мне реально работать с тем что есть так что так что в целом я влюбился наверное уже можно так сказать я влюбился в двадцать вторую часть именно вот этим вот долгим сидением раздевалки именно вот этим подбором игроков именно вот этими тренировками когда ты думаешь о того прокачать а может не того прокачать действительно вариант менеджментом мне здесь дико заходит и вот то что ограниченные ресурсы меня еще больше мотивирует тем более мотивирует играть против ребят который вкидываю деньги в игру к у которых есть ветеранские бонусы у которых блин один в игрок составим может стоить гораздо больше несколько раз чем все мои бомжи вместе взятые так что он рубрику я буду продолжать буду потихонечку прокачивать этих ребят буду потихонечку собирать на футболистов которые мне нужны я там уже себя парочку приметил и они уже будут стоить дорого так что надо фармить на этом ребят прощаюсь завтра у нас будут иконики или собственно какой день недели вообще ладно сегодня вторник значит послезавтра будут иконики уже в мобильной версии само собой откроем поговорим про мобилочку но когда какие-то новости будут от канами естественно я вам сообщу на этом пока с вами был марш не далеко не разбегайтесь скоро будут видосы